Явление Господа Чайтании Всего пятьсот лет назад Господь Чайтания Махапрабу, великий святой и мистик, предсказал, что мантра Харе Кришна будет звучать во всем мире, во всех городах и деревнях. В то время как на Западе человек удовлетворял свою жажду знаний, изучая материальную вселенную, совершая кругосветное плавание, в Индии Шри Чайтания положил начало революции во внутреннем мире человека. Начатое им движение охватило весь субконтинент, завоевало миллионы последователей и оказало глубокое влияние на будущее религиозной и философской мысли как в Индии, так и на Западе. В этой лекции, прочитанной в лондонском Конвей-Холле в ноябре 1969 года, Шрила Прабхупада описывает божественные явления Шри Чайтании. Шри Чайтания Махапрабу, золотая аватара, явился в Индии около пятисот лет назад. В Индии существует обычай. Когда рождается ребенок, приглашают астролога. Когда пять тысяч лет назад явился Господь Кришна, верховная личность Бога, его отец пригласил Гаргамуни, и тот сказал, «Это дитя воплощалось раньше в телах трех цветов. Его тело было красного и золотистого цвета, а теперь оно темного цвета». В шастрах говорится, что тело Кришны темного цвета, напоминающего цвет тучи. А о Господе Чайтании говорят, что это Кришна, приходящий в теле золотистого цвета. В ведической литературе есть много свидетельств, указывающих на то, что Чайтания Махапрабу – воплощение Кришны. Это подтверждают и ученые, и преданные. В Шримад-Бхагаватам говорится, что воплощение Кришны, Бога, в нынешний век, Кали-югу, будет постоянно заниматься описанием Кришны. Это воплощение – Сам Кришна. Но как преданный Кришны, Он описывает самого Себя. И в этом веке цвет Его тела будет нетемным. Это значит, что оно может быть белым, красным или желтым, поскольку тела воплощений в разные века бывают четырех цветов – белого, красного, желтого и черного. Таким образом, поскольку красный, белый и черный цвета уже принимали предыдущие воплощения, Чайтания Махапрабу принял оставшийся цвет – золотистый. Его тело не темного цвета, но он – Кришна. Другая особенность этой аватары в том, что его постоянно сопровождают его спутники. На изображении Чайтания Махапрабу видно, что за ним всегда следует множество поющих преданных. В Бхагавадгите утверждается, что когда бы Господь не приходил, Он выполняет две миссии. В Бхагавадгите Кришна говорит, «Когда бы я не являлся в этот мир, моя миссия – освободить благочестивых преданных и уничтожить демонов». Когда пришел Кришна, Ему пришлось убить многих демонов. Если мы взглянем на изображение Вишну, то увидим в руках у Него раковину, цветок лотоса, палец и диск. Два последних предмета предназначены для уничтожения демонов. Этот мир населяют два класса людей – демоны и преданные. Преданных называют полубогами. Они почти равны Богу, так как обладают божественными качествами. Их называют святыми людьми, а не преданных – демонами. Итак, Кришна, Бог, приходит с двумя миссиями – защитить преданных и уничтожить демонов. В этот век миссия Чайтания Махапрабо остается той же – освободить преданных и уничтожить непреданных демонов. Но в этот век у Него другое оружие – ни палец, ни диск, ни какое-либо смертоносное оружие, а движение Санкиртаны. Положив начало этому движению Санкиртаны, Он уничтожал демонический образ мысли людей. В этом особое значение Господа Чайтани. В наш век люди и так уничтожают себя сами. Они изобрели атомное оружие, чтобы уничтожить себя, поэтому Богу нет нужды убивать их. Но Он явился, чтобы уничтожить их демонический образ мыслей. И это возможно с помощью движения сознания Кришны. Итак, в Шримад-Багаватам говорится, что Господь Чайтания – воплощение Бога в наш век. Кто же поклоняется Ему? Метод очень прост. Надо только иметь изображение Господа Чайтани и его спутников. Господь Чайтани стоит в середине, в окружении своих главных спутников – Нитьянанды, Адваиты, Гададхары и Шривасы. Нужно просто иметь это изображение. Его можно держать в любом месте. Не обязательно приходить к нам, чтобы увидеть Его. Любой может держать это изображение у себя дома, повторять мантру Харе Кришна и тем самым поклоняться Господу Чайтани. Метод прост. Но кто воспользуется этим простым методом? Тот, у кого светлая голова. Тот, кто просто держит дома изображение Шрича и Тания Махапрабху и повторяет Харе Кришна, без особого труда сможет понять Бога. Каждый может воспользоваться этим простым методом. Не требуется никаких затрат, на это нет налога. Не обязательно строить огромные церкви или храмы. Кто угодно может сесть где угодно, у дороги или под деревом, повторять мантру Харе Кришна и поклоняться Богу. Итак, это счастливая возможность. Например, в бизнесе или политике человеку иногда выпадает счастливая возможность. Умные политики используют эту благоприятную возможность, как только она появляется, и добиваются успеха. Точно так же в наш век те, у кого достаточно разума, присоединяются к движению Санкиртаны и очень быстро прогрессируют. Господа Чайтанью называют Золотой Аватарой. Аватара значит тот, кто не зашел, спустился. Человек может спуститься с пятого или сотого этажа здания. Так и Аватара спускается с духовных планет, находящихся в духовном небе. Небо, которое мы видим невооруженным глазом или в телескоп, всего лишь материальное небо. Но за этим небом простирается другое, которое невозможно увидеть ни глазами, ни с помощью приборов. Об этом говорится в Бхагавадгите. Это не просто плод воображения. Кришна говорит, что за пределами материального неба есть другое небо, духовное. Мы должны принимать слова Кришны такими, как они есть. Например, мы учим маленьких детей, что за пределами Англии есть другие страны. И они называются Германией, Индией и так далее. И ребенку приходится узнавать об этих странах со слов учителя, поскольку они находятся вне поля его зрения. По аналогии с этим, за пределами материального неба находится другое небо. Мы не можем обнаружить его экспериментальным путем. Так же, как маленький ребенок не может экспериментальным путем найти Германию или Индию. Это невозможно. Если мы хотим обрести знания, то должны довериться авторитету. Аналогично этому, если мы хотим узнать, что находится за пределами материального мира, то должны признать авторитет ВЕТ. Другой возможности узнать об этом у нас нет. Эти объекты находятся вне сферы материального познания. Человек не может попасть даже на отдаленные планеты этой Вселенной, не говоря уже о выходе за ее пределы. Согласно подсчетам, для того, чтобы с помощью современной техники попасть на высшую планету этой Вселенной, понадобится 40 тысяч световых лет. Следовательно, мы не можем путешествовать даже в пределах этого материального неба. Наша жизнь и возможности настолько ограничены, что мы не можем получить необходимого знания даже об этом материальном мире. В Бхагавадгите, когда Арджуна попросил Кришну, «Будь добр, опиши, как далеко распространяется действие твоих энергий», Верховный Господь привел ему много примеров и в конце концов сказал, «Мой дорогой Арджуна, что мне рассказать тебе о моих энергиях? Ты все равно не в состоянии этого понять. Но ты можешь составить некоторые представления о том, как далеко простираются мои энергии. Этот материальный мир, состоящий из миллионов Вселенных, всего-навсего проявление четвертой части моего творения. Мы не способны представить себе масштабы даже одной Вселенной, а их миллионы. Кроме того, за их пределами лежит духовное небо с миллионами духовных планет. Все эти сведения можно почерпнуть из ведической литературы. Если человек признает авторитет ведической литературы, он сможет получить эти знания. Если он его не признает, то другого способа нет. Такова альтернатива. Поэтому в ведической культуре Ачарья, говоря о чем-либо, ссылается на ведическую литературу. Тогда остальные признают, да, это верно. В суде адвокат ссылается на предыдущие решения суда. Если его случай подходит к ним, судья принимает его доводы. Точно так же, если человек может привести свидетельство вед, вед, считается, что он занимает верную позицию. Господь Чайтания, аватара этого века, описан в ведической литературе. Того, кто не имеет признаков, указанных в Писаниях, нельзя считать аватарой. Мы признаем Господа Чайтанию, аватарой, не по собственной прихоти и не путем голосования. Сейчас любой человек может прийти и заявить, что он Бог или воплощение Бога. Это вошло в моду. И всегда найдутся глупцы и негодяи, которые согласятся с этим. Да, он Бог. Но мы определяем аватару иначе. Мы обращаемся к ведам. Аватара должна соответствовать описанию вед. Тогда мы признаем ее, а иначе нет. В ведах дано описание всех аватар. Он явится в таком-то и таком-то месте, в такой-то форме и будет действовать таким-то образом. Таков характер ведических свидетельств. Шримад Бхагаватам приводится перечень аватар. И среди них упоминается имя Господа Будды. Шримад Бхагаватам был написан пять тысяч лет тому назад и в нем указаны различные имена и для будущего. Например, говорится, что в будущем Господь должен явиться в образе Господа Будды. Имя его матери будет Анджана и явится он в Гаии. Господь Будды явился двадцать шесть веков назад, а в Шримад Бхагаватам, написанном пять тысяч лет тому назад, был предсказан его приход. Аналогичным образом упоминается и Господь Чайтания. В Бхагаватам также упомянуто последние аватары этой Кали-юги. Там отмечается, что последнее воплощение в этот век Калки. Он явится как сын Брахмана по имени Вишну Яша в местности, известной под названием Шамбала. В Индии есть место с таким названием. Возможно, что там и явится Господь. Итак, аватара должна соответствовать описаниям Упанишат, Шримад Бхагаватам, Махабхараты и других ведических писаний. И опираясь на авторитет ведической литературы и комментарии таких великих Госвами, как Джива Госвами, величайший ученый и философ мира, мы можем признать Господа Чайтанию воплощением Кришны. Почему явился Господь Чайтания? В Бхагавадгите Господь Кришна говорит, «Оставь все прочие занятия и просто служи мне. Я защищу тебя от всех последствий твоих греховных поступков». Живя обусловленной жизнью в этом материальном мире, мы только тем и занимаемся, что создаем последствия своих греховных поступков. Из-за последствий греховных поступков мы получили это тело. Если бы реакции на наши греховные поступки прекратились, нам не пришлось бы получать материальное тело. Вместо него мы получили бы духовное. Что такое духовное тело? Это тело, не подверженное смерть, рождению, болезням и старости. Это вечное тело, исполненное знание и блаженство. Разные тела создаются различными желаниями. Пока у нас остается желание испытывать те или иные наслаждения, мы вынуждены будем получать различные материальные тела. Кришна, Бог, настолько добр, что дает нам все, чего мы хотим. Если мы хотим получить тело тигра и иметь его силу и зубы, чтобы ловить животных и пить свежую кровь, Кришна предоставит нам такую возможность. Если же мы хотим получить тело святого, преданного, занятого только служением Господу, Он даст нам такое тело. Это утверждается в Бхагавадгите. Если человек, практикующий йогу, само сознание, по той или иной причине не может завершить этот процесс, ему дается еще один шанс, он рождается в семье чистого Брахмана или богатого человека. Если человеку посчастливится родиться в такой семье, он получает все возможности понять значение само сознание. С самого начала жизни наши дети в сознании Кришны получают возможность научиться повторять святое имя и танцевать. И когда они вырастут, то не изменятся, а естественным образом будут прогрессировать. Им очень повезло. Независимо от того, где родился ребенок в Америке, или в Европе, если его отец и мать преданные, он будет развиваться духовно. Ему предоставлена такая возможность. Если ребенок родится в семье преданных, это значит, что в предыдущей жизни он уже обращался к методу йоги, но по тем или иным причинам не смог завершить этого процесса. Поэтому ребенку удается еще одна возможность прогрессировать и развиваться дальше под опекой хороших отца и матери. А завершив развитие сознания Бога, человек больше не должен рождаться в этом материальном мире, он возвращается в духовный мир. Кришна говорит в Пагавадгите «Мой дорогой Арджуна, если человек понимает природу моего явления, ухода и деяний, то этого уже достаточно, чтобы, оставив тело, получить возможность родиться в духовном мире. Это тело придется покинуть сегодня, завтра или, может быть, послезавтра. Рано или поздно мы должны будем его оставить. Но человеку, постигшему Кришну, не нужно будет получать следующее материальное тело. Он отправится непосредственно в духовный мир и родится на одной из духовных планет. Поэтому Кришна говорит, что если человек получает это тело, не имеет значения из Индион, с Луны, с Солнца, с Брахмалоки или из какого-нибудь другого места в этом материальном мире, он должен понимать, что оно результат его греховной деятельности. Греховная деятельность бывает разной, и Личность получает материальное тело в зависимости от степени своей греховности. Таким образом, истинная проблема не в том, как есть, спать, совокупляться, защищаться, а в том, как получить нематериальное, а духовное тело. Это будет радикальным решением всех проблем. И так Кришна гарантирует, что если человек предается ему, если он полностью сознает Кришну, то Кришна защитит его от всех последствий греховной жизни. Так заверяет Кришна в Бхагавадгите. однако нашлось множество глупцов, которые не смогли понять Кришну. В Бхагавадгите их называют мудхами. Мудха значит негодяй. И в Гите Кришна говорит, они не знают, кто я на самом деле. Многие неверно поняли Кришну. Несмотря на то, что Кришна дал нам это учение Бхагавадгиты, чтобы мы смогли постичь его, многие упустили эту возможность. Поэтому из сострадания Кришна пришел вновь как преданный и показал нам, как предаться ему. Кришна сам пришел научить нас тому, как предаться ему. Последнее его наставление в Бхагавадгите «Предайся мне». Но мудхи негодяи ответили «Чего ради я должен предаваться?» Поэтому хотя Чайтания Махапрабу сам Кришна, на этот раз он учит нас на практике как исполнить миссию Бхагавадгиты только и всего. Чайтания Махапрабу не учит ничему необычному. Он учит только тому, как предаться Верховной Личности Бога, тому же, чему учит и Бхагавадгита. Учение одно, но представляет его по-разному, чтобы разные типы людей могли воспринять его и воспользоваться возможностью приблизиться к Богу. Чайтания Махапрабу указывает нам прямой путь достижения Бога. Рупа Рупа Госвами, главный ученик Господа Чайтани, служил министром в правительстве Бенгалии, но, увидев Чайтанию Махапрабу, захотел присоединиться к его движению. Он оставил пост министра, присоединился к этому движению и, предавшись Господу Чайтани, вознес ему прекрасную молитву. В ней говорится «Мой дорогой Господь, Ты самый великодушный из всех воплощений». Почему? Ты непосредственно даешь любовь к Богу. У тебя нет иной цели. Твой метод столь чудесен, что человек может сразу же полюбить Бога. Поэтому Ты самый великодушный из всех воплощений. Никто, кроме самого Кришны, не способен даровать такое благословение. Поэтому я говорю, что Ты Кришна. Ты сам Кришна, но Ты принял имя Кришны Чайтани. Я предаюсь Тебе. Таков наш метод. Чайтания Махапрабу сам Кришна, и он учит, как с помощью очень простого метода развить в себе любовь к Богу. Он говорит, что нужно просто повторять Харе Кришна. В этот век нужно все время повторять мантру Харе Кришна. Иного пути нет. Люди теряются от обилия методов сама сознания. Они не могут применять подлинные ритуальные методы медитации или йоги. Это невозможно. Поэтому Господь Чайтания говорит, что если человек последует методу повторения мантры, то он сможет сразу же достичь уровня самоосознания. Метод повторения и пения мантры Харе Кришны, предложенный Господом Чайтани и позволяющий достичь любви к Богу называется Санкиртаной. Санкиртана санскритское слово. Сам означает самяк, полный, а киртана прославление или описание. Таким образом, полное описание подразумевает полное прославление Всевышнего, высшего полного целого. Это не значит, что человек может описывать что угодно или славить кого угодно, и это будет киртаном. С точки зрения грамматики, это может быть и киртан, но в соответствии с ведической системой киртан означает описание высшего авторитета, абсолютной истины, верховной личности Бога. Вот что такое киртан. Преданное служение начинается с метода шравана. Шравана означает слушание, киртана описание. Один должен описывать, а другой слушать. Или один и тот же человек сам может и описывать, и слушать. Он не нуждается ни в чьей помощи. Когда мы повторяем Харе Кришна, мы произносим и слушаем эти слова. Этот метод включает в себя все. Но что подразумевается под повторением и слушанием, следует повторять и слушать о Вишну, Кришне и ни о чем ином. Шараванам Киртанам Вишнах. Вишну, всепроникающую абсолютную истину, верховную личность Бога, можно постичь с помощью слушания. Мы должны слушать. Если человек просто слушает, это уже начало. Для этого не нужно никакого образования или материальных познаний. Так поступает ребенок. Стоит ему что-либо услышать и он может немедленно откликнуться и начать танцевать. Итак, Бог через природу дал нам эти прекрасные инструменты, уши, чтобы мы могли слушать. А мы должны слушать из верного источника. Это утверждается в Шримад-Багаватах. Нужно слушать тех, кто предан Верховной Личности Бога, их называют Сатам. Если слушать осознавшую себя душу, то это окажет воздействие. И эти слова Бога, слова Кришны приносят полное удовлетворение. Если человек достаточно разумен, он будет слушать, о чем говорит осознавшая себя душа. В этом случае он очень скоро освободится от материальных пут. Жизнь дана человеку для продвижения по пути освобождения. Это называется оповаргой, освобождением от пут. Все мы запутались в сетях. Уже одно то, что мы получили это материальное тело, означает, что мы запутались. Но нам не следует запутываться еще больше. Этот процесс называется кармой. Пока ум сосредоточен на карме, мы будем вынуждены получать материальные тела. В момент смерти в нашем уме проносится «О, я не успел закончить эту работу, ах, я умираю, я должен сделать это, я должен сделать то». Это значит, что Кришна даст нам еще одну возможность закончить начатое, и нам придется получить другое тело. «Он даст нам эту возможность». «Хорошо, ты не успел сделать этого тогда, делай это сейчас, получай новое тело». Поэтому Шримад Бхагава там говорит, «Эти негодяи опьянели до безумия, и в опьянении делают то, чего не следует делать». Что же они делают? Махараджа Дхритараштра очень хороший тому пример. Махараджа Дхритараштра строил коварные планы убийства пандавов, чтобы помочь своим сыновьям. Поэтому Кришна послал к нему своего дядю Акруру, чтобы посоветовать ему не делать этого. Дхритараштра понял наставление Акруры, но ответил, «Мой дорогой Акрура, все, что ты говоришь, совершенно верно, но это не находит отклика в моем сердце, поэтому я не могу изменить свою политику. Я должен следовать ей, а там будь что будет». Итак, когда люди хотят удовлетворять свои чувства, они теряют рассудок и, обезумев, становятся способны на все. Например, в материальной жизни было много случаев, когда человек терял из-за чего-то рассудок и шел даже на такое преступление, как убийство. Он не мог совладать с собой. Мы тоже привыкли потакать своим чувствам. Мы обезумели, и потому наш разум полностью сосредоточен на карме. Это очень прискорбно, потому что наше тело, хотя и временное, является источником всевозможных страданий и несчастий. Оно постоянно доставляет нам беспокойство. Все это необходимо изучить. Мы не должны сходить с ума. Жизнь дана человеку не для этого. Недостаток современной цивилизации в том, что люди помешались на удовлетворении чувств. Это единственное, что их интересует. Они не знают истинной ценности жизни, и потому не могут правильно воспользоваться бесценной человеческой формой жизни. Никто не знает, какое тело мы получим, когда этому телу придет конец. Положим, в следующей жизни мне выпадет родиться в форме дерева. Тысячи лет я должен буду стоять на одном месте. Но люди не слишком серьезны. Они даже говорят, ну и что такого? Даже если мне придется стоять, я забуду об этом. Низшие виды жизни пребывают в забытии. Если бы дерево не находилось в забытии, жизнь для него была бы невыносимой. Предположим, нам скажут «стой здесь три дня». Но поскольку мы не в состоянии забыться, мы сошли бы с ума. Итак, по закону природы, все эти низшие формы жизни пребывают в забытии. Их сознание не развитое. В дереве есть жизнь, но даже если его рубят, оно не реагирует, так как его сознание не развитое. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы правильно использовать эту человеческую форму жизни. Движение сознания Кришны дает возможность достичь совершенства жизни. Это не обман, не эксплуатация, но к несчастью люди привыкли, что их дурачат. У одного индийского поэта есть такие строки. Если кто-нибудь говорит правду, люди ругают его, о, какую чушь ты несешь. Но если он надувает, обманывает их, они очень довольны. Поэтому когда жулик говорит, делай вот так, заплати мне деньги, и за полгода ты станешь Богом, с ним соглашаются, хорошо, бери гонорар, а я за полгода превращусь в Бога. Но эти мошеннические методы не решат наших проблем. Если человек действительно хочет решить жизненные проблемы этого века, он должен прибегнуть к методу Киртона. Это рекомендованный метод. В этот век к Аль-Югу никто не в состоянии следовать иному процессу самосознания, то есть совершенствования жизни, кроме Киртона. В этот век Киртон играет очень важную роль. Все ведические писания подтверждают, что человек должен медитировать на верховную абсолютную истину, вишну, и не на что иное. однако в разные века рекомендуется разные методы медитации. Метод мистической йогической медитации можно было практиковать в Са-Ци-Югу, когда люди жили по многу тысяч лет. Сегодня этому не верят, но в предыдущей эпохе были люди, которые жили по сто тысяч лет. Эта эпоха называлась Са-Ци-Югой, и в то время можно было заниматься медитацией по системе мистической йоги. В тот век великий йог Валми Кимуни медитировал в течение шестидесяти тысяч лет. Следовательно, это длительный процесс, который в наше время невозможно завершить. Если кто-то хочет разыгрывать комедию, тогда другое дело. Но если мы действительно хотим практиковать такую медитацию, то чтобы достичь совершенства, нам понадобится чрезвычайно много времени. В следующий век Трета-югу метод самоосознания заключался в совершении различных ритуальных жертвоприношений рекомендованных ведах. Затем в два пара-югу он заключался в храмовом поклонении. В наш век того же результата можно достичь с помощью Хари-Киртаны, прославления Хари-Кришны, верховной личности Бога. В писаниях ничего не говорится ни о каких других видах Киртана. Это Хари-Киртана, начата в Бенгалии пятьсот лет назад господом Чайтани. В Бенгалии всегда было соперничество между вайшнавами и шахтами. Шахты ввели определенный вид Киртана, называемый Кали-Киртаной. Однако Кали-Киртана не рекомендуется ни в одном ведическом писании. Киртан подразумевает Хари-Киртану. Нельзя сказать «А, ты вайшнав, поэтому ты можешь проводить Хари-Киртану, а я буду проводить Шива-Киртану или Деви-Киртану или Генеша-Киртану». Нет. Ведические писания не санкционируют никакого другого Киртана, кроме Хари-Киртаны. Киртан означает «Хари-Киртану прославление Кришны». Итак, метод Хари-Киртаны очень прост. Хари-Кришна, Хари-Кришна, Кришна-Кришна, Хари-Хари, Хари-Рама, Хари-Рама, Рама-Рама, Хари-Хари. По сути дела всего три слова «Хари-Кришна, Хари-Кришна, Но вместе они составляют такую чудесную комбинацию, что каждый может запомнить эту мантру и повторять «Хари-Кришна, Хари-Кришна, Кришна-Кришна, Хари-Хари». С тех пор, как мы начали это движение в странах Запада, европейцы, американцы, африканцы, египтяне, японцы все повторяют эту мантру. Это совсем нетрудно. Они повторяют ее с великой радостью и достигают результатов. Что тут трудного? Мы даем эту мантру бесплатно и сам метод очень прост. Всего-навсего воспевая святое имя, можно осознать себя и Бога, а в осознание Бога входит и познание природы. Например, если человек выучил цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0, то он изучил всю математику, так как математика представляет собой просто различные комбинации этих десяти цифр. Только и всего. Точно так же, если кто-то изучает только Кришну, то все его знание совершенно. А Кришну понять легко. Для этого достаточно повторять мантру Харе Кришне. так почему бы не воспользоваться этой возможностью? Воспользуйтесь этой возможностью, предоставленной человеческому обществу. Этот метод очень древний, и он имеет научную основу. Не следует думать, что это чья-то выдумка, которая просуществует три или четыре года. Нет. В Бхагавадгите Сам Кришна говорит, эта философия неистощима и неуничтожима. Ее нельзя утратить или уничтожить. Она может быть скрыта в течение некоторого времени, но ее невозможно уничтожить. Поэтому она называется авиаем. Виае означает истощение. Скажем, можно иметь сто долларов. Если их тратят один за другим, то на следующий день не останется ничего. Это вяя, то, что иссякает. Но сознание Кришны не таково. Чем больше вы посвящаете себя сознанию Кришны, тем выше становится уровень вашего сознания. Господь Чайтания Махапрабу заверяет нас в этом. Анандам Будхи Вартханам. Ананда это наслаждение, трансцендентное блаженство, а Будхи океан. В материальном мире мы видим, что океан не увеличивается. Но если развивать сознание Кришны, то его трансцендентное блаженство будет только возрастать. Я все время буду напоминать каждому, что этот метод очень прост. Любой может повторять святое имя где угодно и когда угодно, без налогов и затрат, но выигрыш от этого очень велик. Шри Чайтания Махапрабу объяснил смысл этого движения Санкиртаны в своей Шикшаштеке. Шикша означает наставление Аштека 8. Он оставил нам 8 стихов, чтобы помочь понять движение сознания Кришны. Я объясню первое из этих наставлений. Господь говорит, нужно очистить свое сердце. Я уже объяснял это несколько раз, но это не может надоесть. Это подобно повторению Харе Кришна. Оно не утомляет. Наши ученики могут петь мантру Харе Кришна весь день и никогда не устанут. Они будут и дальше танцевать и петь. И каждый может испытать это на себе. Поскольку это нематериальная деятельность, то от повторения Харе Кришна невозможно устать. В материальном мире, если человек повторит что-либо, например, любимое имя три, четыре или десять раз, это его быстро утомит. Это факт. Но поскольку мантра Харе Кришна нематериальна, от ее повторения человек никогда не устает. Чем больше мы ее повторяем, тем больше наше сердце очищается от материальной скверны, и тем больше проблем нашей жизни в материальном мире будет решено. В чем же наши проблемы? Мы этого не знаем. Современное образование никак не касается истинных проблем нашей жизни. Об этом говорится в Бхагаваргите. Те, кто получил образование и стремится к знаниям, должны знать, в чем заключается эта проблема. Она сформулирована в Бхагаваргите. Мы всегда должны сознавать, что рождение, смерть, старость и болезни являются причиной многих неудобств. К сожалению, на эти проблемы никто не обращает внимания. Когда человек болен, он думает, ладно, пойду к врачу, он даст мне какое-нибудь лекарство и я вылечусь. Но он не задумывается над этой проблемой всерьез. Я не хотел этой болезни, почему же я заболел? Нельзя ли совсем избавиться от болезни? Это не приходит ему в голову, потому что его разум находится на очень низком уровне развития, как у животного. Животное страдает, но у него нет разума. Когда его приводят на бойню, и оно видит, как перед ним забивает другое животное, оно все равно продолжает стоять и с удовольствием жевать траву. Такова жизнь животного. Оно не знает, что в следующий момент настанет его черед, и его тоже забьют. Я я видел это. В храме Кали я наблюдал, как один козел стоял, приготовленный к жертвоприношению, а рядом другой козел, очень счастливый, жевал траву. Поэтому, когда Ямараджа спросил Махараджу Йодхиштхиру, можешь ли ты объяснить, что самое удивительное в этом мире, Махараджа Йодхиштхиру ответил, да, самое удивительное то, что человек постоянно наблюдает смерть своих друзей, предков и родственников, но сам думает, я буду жить вечно. Он никогда не думает, что умрет, так же, как животное, никогда не думает, что в следующую минуту его могут забить. Оно довольно тем, что есть трава, и ему больше ничего не нужно. Человек довольствуется чувственными наслаждениями. Он не ведает, что тоже обречен на смерть. Умерли мой отец и мать, умер тот и эта умерла, значит, я тоже должен умереть. А что будет после смерти, не знаю. Вот в чем проблема. Люди не принимают эту проблему всерьез, но в Бхагавадгите указывается, что в этом и состоит истинное образование. Его мы получаем, когда задаемся вопросом, почему смерть приходит, несмотря на наше нежелание умирать. Это настоящий вопрос. Мы не хотим стареть, почему же старость настигает нас. У нас много проблем, но эта проблема квинтэссенция всех остальных. Чтобы разрешить эту проблему, господь Чайтанья Махапрабур рекомендует повторять и петь мантру Харе Кришна. Как только благодаря повторению этой мантры Харе Кришна наше сердце очистится, пылающее пламя нашего материального существования, изобилующего проблемами, угаснет. как это происходит? Очистив свое сердце, мы поймем, что не принадлежим материальному миру. Люди отождествляют себя с этим материальным миром, поэтому они думают, я индиец, я англичанин, я то, я это. Но если человек повторяет мантру Харе Кришна, он осознает, что не является материальным телом. Я не принадлежу этому материальному телу или этому материальному миру. Я духовная душа, неотъемлемая частица Всевышнего. Я вечно связан с ним и не имею ничего общего с материальным миром. Это называется освобождением, знанием. Если я не имею ничего общего с этим материальным миром, значит, я освобожден. Такое знание называется Брахма Пхутой. У человека, осознавшего это, нет больше никаких обязанностей. Сейчас мы связываем свое существование с этим материальным миром, и потому на нас лежит великое множество обязанностей. Шримад-Бхагаватам говорится, что пока мы не осознаем свою духовную природу, у нас будет много обязанностей и долгов. Мы в долгу перед полубогами. Полубоги не вымысел, они реальны. Есть полубоги, управляющие солнцем, луной, ветром. Подобно тому, как существуют руководители правительственных служб. Службой отопления во вселенной заведует бог солнца, службой вентиляции воруна, и подобным образом на остальных полубогов возложены другие обязанности. Ведах их называют управляющими божествами, так что ими нельзя пренебрегать. Есть также великие мудрецы и философы, давшие нам знания, мы в долгу и перед ними. Таким образом, едва родившись, мы оказываемся в долгу перед многими живыми существами, и погасить все эти долги невозможно. Поэтому ведическая литература рекомендует найти прибежище у лотосных сток Кришны. И Кришна говорит, «Тому, кто принимает мое покровительство, не нужно больше покровительства кого бы то ни было еще». Таким образом, те, кто находятся в сознании Кришны, приняли покровительство Кришны, и все начинается со слушания и повторения мантры. Поэтому мы смиренно взываем каждому, пожалуйста, начните повторять эту мантру. Движение сознания Кришны было основано Господом Чайтани в Бенгалии 500 лет назад. И сейчас по всей Индии и особенно в Бенгалии живут миллионы последователей Чайтани и Махапрабу. Теперь это движение начинает развиваться в странах Запада. Поэтому отнеситесь к нему очень серьезно и постарайтесь его понять. Мы не критикуем другие религии, поймите нас правильно. Мы не занимаемся критикой никаких других видов религии. Сознание Кришны дает людям самую возвышенную религию, любовь к Богу. Только и всего мы учим любить Бога. Все уже кого-то любят, но объект любви выбран неверно. Мы любим того юношу или эту девушку, эту страну, это общество, или даже кошек и собак, но это не приносит нам удовлетворения. Поэтому объектом своей любви мы должны сделать Бога. Отдав свою любовь Богу, человек станет счастливым. Не сочтите движение сознания Кришны каким-то новым видом религии. Есть ли такая религия, которая не признает Бога? Можно называть Бога Аллахом, Кришной или как-нибудь еще? Но где найти такую религию, которая не признает Бога? Мы учим, что человеку необходимо только полюбить Бога. Нас привлекают многие вещи, но когда объектом нашей любви станет Бог, мы будем счастливы. Не обязательно учиться любить что-либо другое, все остальное уже входит в эту любовь. Старайтесь любить Бога. Этого достаточно. Не старайтесь любить только деревья, растения или насекомых. Это никогда не принесет вам удовлетворения. Учитесь любить Бога. Такова миссия Чайтани Махапрабху, такова наша миссия. С . . . . Субтитры создавал DimaTorzok